Не угадала. Трэш на трэше. Масштаб этой личности велик. Пусть от меня закидают помидорами, все, что я говорил, это неправда. Серьезно? Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на канал Хофф Раша. Меня зовут Сергей, я дизайнер интерьеров, также я участник народного ремонта на ТНТ. Всем привет, меня зовут Анастасия, я специалист по дизайну интерьеров Хофф. Сегодня мы с вами будем смотреть квартиры звезд и будем их оценивать и угадывать, кому же принадлежит этот интерьер. Ожидание, что в принципе там все должно быть уже неплохо, потому что деньги есть, как бы дизайнеры могут нанять и позволить себе больше, чем обычный человек. Так. Взрослый интерьер, прям тяжелый люкс, во-первых. Вообще все так о себе заявляет и говорит, они хотят о себе говорить и рассказывать через шторы, через кровать. Здесь и фреска над кроватью, здесь и бархат, и велюр, и какая-то женщина развалилась на кровати. Слишком много всего. Ну, возможно, какая-то певица, которая была популярна в начале 2000-х. Может быть, Кристина Арбакайте. Давайте предположим, что это Аллегрова. Не знаю почему, но предположим. Все для тебя, рассветы и туманы. Оценку по личным ощущениям. Четыре. Ну, это трэш, это ноль. Я даже не могу ничего здесь сказать. Мне нравится спальня. Мне нравится, что здесь есть дерево. Мне нравится этот зеленый цвет. Интерьер более сдержанный, более современный. Здесь есть современные элементы. Наверное, работал с этой парой или с девушкой декоратор-дизайнер. Возможно. Потому что здесь есть искусство. Очень много всяких этнических штук. Я вижу рояль, что нам говорит, что, скорее всего, это тоже человек из музыкальной сферы. Либо композитор, либо певица. Может быть, это актриса. Актриса же тоже может играть на рояле. А может быть, это как мужчина вообще. Честно, даже представить не могу, кому принадлежит этот интерьер. Я потеряюсь. Кто это может быть? Может быть, Игорь Крутой. Серьезно? Молодец. Я ставлю этому интерьеру 9 из 10. 10 из 10. Эта стилистика мне вообще не близка. Какая-то супер тяжелая английская классика. Каминная, классика, дерево темное. Все подобрано максимально правильно. Но мы видим следующую картинку. И все, что я говорил, это неправда. Кто здесь может жить? Мне кажется, здесь взрослый человек проживает. И мне кажется, что ему за 60. Тут дети почему-то сразу ответ какой-то приходят. Алла Пугачева, Максим Галкин. Ох, тяжело, конечно. Я только один знаю дворец звезды. Это Алла Пугачевой. Миллион, 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 Аллы Грозь. Реально? Да. Круто. Могу как бы поставить, окей, то, что выдержан, в принципе, стилистика выдержана, могу поставить пятерку. На мой субъективный взгляд, ну, шесть. Супер актуальный на данный момент стиль, который все так обожают. Это типа лофт, но с такой смешанной с современными какими-то элементами. Современно, эклектично. Довольно-таки сложное помещение, но видно, что работал дизайнер, и он подчеркнул форму помещения эту неправильную. И здесь она как раз-таки органично выглядит. Пара с детьми, музыканты. По роялю могу предположить, что это какой-то композитор, скорее всего. Он певец, и она певица. Может быть, Меладзе. Наталья Подольская и, может быть, Пресняков. Давайте я поставлю Диме Билану 10. Мне нравится. Я ставлю 7 баллов. Мне кажется, такая стилистика уже давно устарела. Вот эти вот леопарды, принты. Помпезный интерьер. Этот человек очень любит себя. Версачи здесь у нас есть куча, подушки. Все это прям супер дорого и богато. Яркие цвета, много разного искусства. Высокие потолки. Выполнены вполне себе неплохо, если честно. Пусть меня закидают помидорами, но мне нравится, как это выполнено. В принципе, для стилизации это круто. Не знаю, как для жизни. Возможно, это вообще какой-то модельер. Может быть, с модой связано. Мне кажется, это зарубежная какая-то звезда. Этот, мне кажется, как его зовут-то? Он тоже такой очень резкий модельер. Как же его фамилия? Такой худой он. Я забыл, как его зовут. Возможно, это Джованни Версачи. А, Версачи ее, собственно, вот эти леопардовые. Точно. Версачи, Версачи, Версачи. Не могу поставить дизайнеру такой величины ниже 10. Это 10. Этому интерьеру я ставлю 6 баллов за харизму и очень яркую. Здесь мы видим супер лаконичный интерьер в одном цвете. Мне нравится. Человек, который живет в таком интерьере, явно должен обладать высоким эстетическим уровнем. С хорошим доходом пара может жить, которые могут заниматься креативным продюсированием IT. Так, мне кажется, что это из России. Ну вот уже дальше смотрю, уже мне кажется, что это не Россия, потому что выглядит очень все круто. Не могу предположить и не могу сказать, кто это. Давайте сделаем ставку на мужчину. Возможно, это какой-то мужчина 30 лет. Я думаю, что здесь проживает мужчина, стилист. И я думаю, что это лесовец. Басти я ставлю десятку. Тоже очень круто все. Я ставлю 9 баллов. Сложные шторы, деревянная мебель из темного дерева. Габеллен, лев здесь. Первое впечатление, что здесь прям все дорого-богато. Но если будем мы всматриваться, то мы видим очень такие, довольно-таки бюджетные пуфики. Кстати, так интересно, что схожи где-то, какими-то элементами с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным. Хотелось бы сказать Волочковой, но Волочковой нет. У него там, мне кажется, еще хуже все. Давай Аллегрова. Ну, Аллегрова, мне кажется, там вот что-то вот типа как Джованни Версачи было бы. Может быть, это Филипп Киркоров? Это правда? Что? Что? Зачем ты ему показал? Интерьеру Филиппа Киркорова два. Филиппу Киркорову я поставлю единицу. Несмотря на то, что... Ну ладно, это можно вечность рассуждать. Я видел этот интерьер. Его разрабатывал в какие-то там лохматые годы какой-то супер-пупер декоратор, дизайнер 90-х. Не современный по меркам 2021 года, но харизматичный, ярко выраженная натура человека. Что, кстати, должно быть, на мой взгляд, в любом хорошем и классном интерьере? И это же, конечно же, Леонтьев. Агутин? Ой, не Агутин, этот... Как его зовут? Леонтьев. А Леонтьеву я ставлю тоже кол. Я ставлю два. Ну так, просто из-за уважения, что музыкант. Этот человек знает толк в дизайне интерьера. Мне нравится наполнение этого интерьера всякими дизайнерскими штуками. Здесь и робот какой-то типа из конструктора, и люстр в виде пружинок. Я все пытаюсь заглянуть за окном, посмотреть, может быть, мне подскажет пейзаж. Вот по окнам не могу понять. Мне кажется, это Россия уже. Мужчина? Женщина? Мужчина. Я вижу по рубашкам. Здесь есть рубашки, а во-вторых, здесь есть наполнение всякие машинки, роботы. Связано явно с креативом, с творчеством, с современным искусством. Просто обращаю внимание на сами картины, на синюю собаку. Давайте предположим, что это какой-то продюсер за 35+. Человек с первого канала. С первого канала? Ну, Малахов, может быть? Малахов? Ты же клялась, что никого у тебя не было! Видно, что проработал дизайнером. Здесь десятка. Да, 9 баллов. Мне нравится. Это дворец? Точно нашего времени? Очень классический, очень дорогой. Классика, в принципе, она и предполагает большие пространства. Здесь это все учтено, здесь все это выполнено органично и классно. А здесь проживает, может быть, какой-нибудь политик? Кто у нас сейчас на эстраде такой прям супер? Обожаю эту классическую эстетику. Не политик, не актер. Наверное, певец какой-нибудь проживает. Он, наверное, в этом зале выступает. Мне кажется, Басков. Пусть будет Басков. А может быть, это женщина? Подсказку из зала. Пишите в комментариях, как вы думаете прямо сейчас. Я не знаю. Я думаю, что это женщина-телеведущая, которая очень любит... Какие там программы? Вообще у меня пусто в голове. Чи, которые при консервировании не теряют свои свойства. То, что это делали не в России, и то, что этот дом находится тоже не в России, я ставлю пятерку. Ноль из десяти. Проект выполнен очень по-американски. Такая небольшая квартира по сравнению с дворцом. По цвету мне все нравится. Базовый цвет наполнен яркими деталями. Это все круто, это все классно. Мне это очень близко. Что-то связано с индустрией IT, современных технологий. Конкретно кому может принадлежать эта квартира, я не могу сказать. Потому что, опять-таки, она не говорит, не рассказывает ничего о хозяине. Она выглядит как просто витринный вариант для жилого комплекса. Илон Маск вряд ли с шестью детьми. Да? Это он? Я понимаю, очень уважаемый человек. Но это просто такое, типа, я за экологию. А уверен, на 100% дом с шестью детьми, или сколько у него, там, пятеро детей. У него много детей, он многодетный папа. Он не будет здесь жить. Но, с другой стороны, в принципе, отражает его стремление и идеи. Я ставлю семь баллов. В квартире Илона Маска я ставлю твердую пятерку. Обычный интерьер. О, вот это я люблю. Это типичные русские. Мы смотрели уже первую квартиру, она выглядела, в принципе, так же. Масштаб этой личности велик. Какое-то наполнение очень такое, с перебором. Проект с перебором. Так, Филипп Киркоров у нас уже был. Алла Пугачева, Максим Галкин были. Так. А может быть, это не в России? Да, здесь, возможно, проживает западная селебрити. Потому что, мне кажется, вот именно такое исполнение интерьера близок все-таки к американской эстетике. Я предполагаю, что здесь проживает Баск. По цвету, потому что здесь много розового. Это Пэрис Хилтон. Ммм, это кол. Оценка прекрасной спальни Кристины Агилеры 4. Итак, вот мы посмотрели все проекты. Мне безумно понравилась эта рубрика. Я никогда в таком не принимал участие. Если нам удалось поднять настроение, ставьте лайк. Пишите ваши комментарии, какая вам квартира не понравилась или понравилась. И подписывайтесь на канал Хопф Раша. Присылайте ваши квартиры нам на почту. Сюда. И мы с вами в следующем выпуске их обязательно разберем и скажем, над чем вам поработать. А может быть, просто насладимся вашими квартирами. Пока!